Балету Серебренникова Нуреев «Быть» по крайней мере обещанные спектакли 9 и 10 декабря, судя по всему, все-таки отыграют. Большой театр объявил, что 18 ноября откроется предварительная продажа билетов на эти два вечера. Скорее всего, они уйдут молниеносно, потому что количество билетов ограничено, по 500 на каждый спектакль. То есть посмотреть балет сможет только тысяча счастливчиков, а вы понимаете ажиотаж вокруг этой постановки. К тому же купить билет можно будет только в кассах Большого по паспорту, лично в руки, не более двух билетов дают. Такая схема применяется, кстати, в отношении дефицитного новогоднего щелкунчика. Вероятно, очередь начнут занимать уже накануне, как это мы уже видели на примере старта продаж айфонов. Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится тем временем под домашним арестом. На репетиции спектакля его так, судя по всему, не отпустили, хотя он просил об этом судью. Стоит ли в таких условиях показывать Нуреева? Поговорим об этом с искусствоведом, знатоком Большого театра, политики Большого театра Вадимом Журавлевым. Добрый день, Вадим. Здравствуйте. Ну вот, помню, наш летний эфир, Шасаный Мангайт у вас был, где вы говорили, что балета не будет. Вы меня поймали прямо на Лазурном берегу, я помню. Да, да, да. Это, конечно, тогда я давал тут свой прогноз в условиях совершенно иных. Кирилл Серебренников был на свободе, он выпускал этот спектакль, он снимал фильм, и были другие обстоятельства. Сейчас, и тогда я говорил о том, что, на мой взгляд, это очень неправильно отменять эту премьеру, что в данном случае на дирекцию оказывается давление, потом многократно говорили, что на нее не оказывалось давление, потом все-таки Мединский подтвердил, как бы, что он на эту тему намекал, да. Сейчас ситуация изменилась, Кирилл под домашним арестом, дело бесконечно продлевается, и я думаю, что в этой ситуации плохо для него то, что этот спектакль будет все-таки показывать. Плохо для него с точки зрения его судебного процесса? Да, потому что, ну, вы понимаете, что вся атмосфера сейчас в обществе настроена, в общем-то, в основном на то, чтобы сделать, как бы, Кирилла человека виноватым. Черпционером так представить. И если вы откроете не какие-то либеральные сайты, если вы не возьмете вашу аудиторию дождя, то вы обнаружите, что общество очень настроено против него, и как в любом, знаете, юридическом детективе, в каком-нибудь Перри Мейсоне, мы всегда знаем точно оттуда, что когда человек находится под следствием, нельзя создавать никаким образом специального дополнительного напряжения. Сейчас, как вы понимаете, билеты продаются вот каким-то странным сектантским способом. Да их вообще не нормально, ну, не купишь. Ну, во-первых, надо выяснить, а куда денется 500 билетов, это меньше одной трети. Куда денутся еще две трети билетов? А почему вообще только 500 билетов? Вот это вопрос, понимаете? Потому что в театре сейчас, насколько я помню, 1700-1800 мест после реконструкции. То есть по продажу поступают 500. Куда уйдут остальные билеты? А я предполагаю, кстати, я вот разговаривал тоже с Катериной Новиковой, пресс-секретарем. Да, Большого театра, которая сказала, что она приглашает уже, собственно, и директоров разных личных других опер, которые тоже хотят посмотреть. Это и журналисты, и прессы, иностранный российский, ажиотаж повыше. Наверное, вот это, да? Денис, две трети по каждому секретарю театра, заполненному гостями, невозможно. Просто невозможно. Я работал в театре. Просто невозможно. А как ладно, на ваш взгляд, что это? Почему так случилось? Почему только, чтобы меньше людей увидело? Я не знаю, что движет директором Большого театра в данном решении. Я думаю, что, конечно, все остальное это будет раздаваться. Как вы понимаете, немедленно в сеть будут просачиваться какие-то фрагменты с айфонов. Да, естественно, вся целомудренная история взаимоотношений Нуреева с его возлюбленными немедленно попадет и будет обсуждаться в обществе. Голая фотография, это что? Я думаю, что голой фотографии не будет. Это, кстати, еще один вопрос. Это еще один вопрос. Насколько дирекция совершит все те... Понимаете? Купюры. Насколько я знаю, может быть, эта информация совсем лишняя, я сейчас высказываю ее в эфир. Насколько я знаю, прогон был организован. Директор не хотел даже прогона тогда. Его хотел организовать именно Кирилл Серебренников. В том числе и для того, чтобы осталось его видение этого балета целиком. И его снимали, кстати. Его снимали, конечно. Видеостудия Большого театра, там есть специальные организаторы, которые профессионально этим занимаются. Сейчас по этим съемкам, я думаю, многое становится. Но я думаю, что вот тот человек, который сравнит то, что было подписано Кириллом Серебренниковым, и то, что выйдет сейчас, я думаю, что он найдет несколько, 10 минимум различий. А кроме того, только что 22 октября была премьера постановки Кирилла Серебренникова оперы «Хензеля Гретель» в Штутбергском, которая превратилась абсолютно в акцию поддержки Кирилла. На театре висел огромный баннер «Фри Кирилла». Да-да-да, «Фри Кирилла». Артисты выходили на сцену в майках и так далее. Там была выставка, там были видеопоказы, все. Сможет ли это сделать Большой театр? Уверен, что нет. Уверен, что никто. Задача сейчас – а, списать деньги, которые были затрачены на это, б, я думаю, что директор Урин понимает, что на его восьмом десятке ему не так много осталось. Он хочет создать для себя… В качестве директора. В качестве директора, да, конечно, конечно. Пусть живет сто лет и не болеет. И ему нужно создать о себе реноме, свое реноме человека прогрессивного в среде театральной. Поэтому он этот спектакль. Конечно, для артистов, которые летом репетировали, сейчас будет очень важно выйти. Но мне кажется, что в общей ситуации, которая происходит вокруг Кирилла и вокруг дела седьмой студии… Повредит ему. Мне кажется, что это всем только пойдет во вред. А будет ли, на ваш взгляд, еще показы? Или это будет единожды? Вот такая акция? Я думаю, что после того, как это произойдет, и, как мы говорили, какие-то фрагменты просочатся в YouTube, и появится огромное количество отзывов про то, что в национальном театре, на этой сцене… Знаете, когда-то я это с детьми Розентали проходил, лозунг «На этой сцене, где пел Шаляпин и танцевала Плесецкая, теперь, значит, геи» и так далее. И это будет вряд ли и Большому театру, и Кириллу на пользу. Да, конечно. А как вы думаете, вот с другой стороны приедут же эти руководители других оперных театров мира важные, посмотрят на это, репутация тоже, да, это уже важная история. После того, как они это увидят, это же пойдет уже и в мировое сообщество. Может быть, после этого не посмеет директор Большого театра просто снять с репертуара и все? То есть, может, хорошо, что этот показ будет? Я думаю, что мнение директоров западных театров на сегодняшний день на господина Урина не оказывает никакого воздействия. То есть, репутационно? Ну, послушайте, этот театр всегда существует островом. Я там работал. Он все равно для всего западного мира немножко дикарский театр. Вот с этим всем золотом и бархатом, на фоне которого мы сейчас сидим, все это немножко дикарство. И там до сих пор идут спектакли из 1948 года, предположим. Все это для всего мира этот театр не является частью, важной частью, составной частью мирового музыкального процесса. Это по-прежнему некий русский фетиш. Но, с другой стороны, там же все-таки привлекает он английскую национальную оперу. На новой сцене, не забывайте. На новой сцене. На новой сцене. Потому что, опять же, нынешнее руководство Большого театра не хочет в себя позиционировать себя как человека, который может раздвинуть рамки исторической сцены. Здесь пытаются создать нечто, соответствующее историческим декорациям. Это очень странный подход, потому что во всем мире люди от него давно отказались. Были такие прецеденты? Как можно будет купить все-таки эти билеты? Как стать одним из тысячи? Денис, я думаю, что вы же понимаете прекрасно, что есть только один способ. Это проверить. Это действительно с ночи занять очередь у Большого театра и попробовать. Я, кстати, все детство так провел, поэтому для меня это, в общем, знакомо. Но сейчас я не пойду, просто потому что я думаю, сейчас и механизм... Понимаете, если сейчас прийти в Большой театр, вы много увидите людей, которые заходят, открывая дверь ногами. Эти люди и участвуют и в продаже билетов, и так далее, понимаете? Я думаю, что все равно все эти рассказы про паспорта и сверку... Представляете, во что превратится запуск зрителя в театр, если нужно будет сверять билеты с паспортами? Ну, так на щелкончике вроде происходит. Ну, это происходит теоретически. А потом, когда люди приходят в театр... Ну, конечно, когда идет вал зрителей без 10-7, ни у кого нет уже физической возможности сверять, что написано в паспорте с фамилией. И входит ли это в обязанности человека-контролера, который... Понимаете? Ну, да. Это превращается в пустую формальность. Понятно. То есть, фактически это получается, если так вот подвести итог, просто ради галочки, что делается, чтобы вот мы показали... Я вам говорю, у меня ощущение, что, во-первых, нужно списать средства, потому что, как вы понимаете, бюджет у такой постановки огромный, и чтобы, так сказать, оприходовать эти деньги, да, их нужно показать для того, чтобы было понятно, что эти деньги потрачены не зря, да. Тем более сейчас под влиянием истории седьмой студии всем страшно, потому что все время какие-то спектакли, которых не было, а они идут с утра до вечера, да. И Кирилл не смог так и посетить репетицию тоже. Это, конечно... Мы вообще не понимаем то, что будет выпущено, насколько связано с Кириллом. Понимаете? Вот самый главный вопрос. Он же должен дать согласие свое. Как они коммуницируют? Они один раз встречались. Я не знаю, но что-то они рассказывают. Мы не можем это проверить, и мы не можем проверить, насколько то, что сказал им Кирилл, имя воплучено. Это, к сожалению, остается все в истории, пока до тех пор Кирилл сам не выйдет и не объяснит нам про это. А вот у вас лекция намечается про Кирилла как оперного режиссера. Вот в связи с этим, во-первых, когда и где это можно посмотреть, и что можно сказать про него действительно? Сейчас, раз уж мы говорим о его балете, да? Нурей, вот что можно сказать о нем как о постановщике таких вот больших жанров? Ну, лекцию я читаю для своих друзей. У меня есть друзья-меломаны, которые периодически просят рассказать им что-то интересное. Услышать там, наверное, вряд ли... Ну, в смысле, попасть туда, наверное, невозможно, потому что они сами это... Можно услышать у меня на странице, в фейсбуке будет прямая трансляция. В принципе, я готов еще раз ее повторить. Дело в том, что за послед... А повышенное же внимание сейчас Кириллу Серебрянику интересно будет. Мне кажется, очень важным сейчас в этой ситуации говорить о Кирилле как художнике. И то, что за последние годы он поставил несколько оперных спектаклей, которые я видел, и которые вот даже, что называется, прямо сейчас на наших глазах выпускаются, как история в Штутгарте, мне интересно проанализировать его специфический подход. Это всегда интересно, потому что человек, который приходит со стороны в оперу, он приносит что-то свое. Вот мне интересно немножко проанализировать и, может быть, теоретизировать его подход к этому жанру и рассказать людям о нем как о режиссере, а не как участнике уголовного дела. Да, это сейчас самое важное. Как вы думаете, этот балет, если не в Большом театре, он бы мог где-то идти? Ну, условно, там, я не знаю. Не могу себе представить. Вот эта история, знаете, была объявлена, потому что Абрамович хочет заплатить деньги и прокатывать. Это невозможно, потому что невозможно прокатывать такой спектакль. И он заточен, что называется... Именно под историческую... Он и заточен под это пространство, с этими артистами, с этими исполнителями. Для того, чтобы его прокатывать, нужно, не знаю, на год этих артистов вырывать из репертуара или нанимать других артистов, кто с ними будет, репетиторы. Это все, понимаете, это все пена, которая не имеет отношения к существованию, нормальной функционированию музыкального или оперного театра. Тут просто все спекулируют сейчас, кто как может на это идти. В том числе на билетах. Вы не пойдете? Я так и не понял, будет ли продажа через интернет? Не будет, судя по всему. Видимо. Я покупаю билеты через интернет. В кассу ходить и стоять в очереди ночью, я не собираюсь, это точно. Я говорю, что... У меня такое ощущение, что половина балета, как минимум, будет в интернете. И мы все сможем, как минимум, познакомиться фрагментарно с этим. Да. Ну, я надеюсь, как-то еще попаду. Все-таки интересно посмотреть, что получилось, и сравнить с тем, что было до этого, например. Потому что те фрагменты, которые снимались тогда на этом прогоне, они тоже гуляют по сети сейчас. Ну да, но там было слишком мало народу для того, чтобы это было массовым. Если вы помните, там были как раз отдельные представители VIP. А сейчас, когда театр будет заполнен, естественно, я думаю, количество... YouTube взорвется от этих фрагментов. Ну что ж, будем ждать. В любом случае, будем вспоминать о Кирилле всегда, как вы правильно сказали, сейчас, вот в данный момент, как художники. Это самое важное. Безусловно. И будем говорить о нем, как у художники. Он только этого и достоин. Спасибо большое. Вадим Журавлев, густовед, музыковед. Мы говорили о премьере балета «Нуреев». Субтитры создавал DimaTorzok